Ас-салам алейкум, Нью-Йорк. Ой, простите, Алматы, да? Да. Всем привет, меня зовут Абдугани. Я являюсь Head of Product в компании OneFit. Здесь написано Product Manager, просто неделю назад уже нельзя было менять презентацию. Итак, по опыту. Я вообще пришел из предпринимательства. То есть у нас были различные продукты, проекты, школа английского языка. Мы брали тендеры на строительство, на техническое обслуживание, систем безопасности и так далее. Но затем кривая меня определенным образом занесла в IT. В принципе, мне понравилось, потому что Product Management дает тебе все преимущества предпринимательства, но при этом забирает все нервяки такие, как платить людям зарплату и так далее. Вот в это все. Кассовые разрывы. Затем я проработал в Choco Family, получил огромное колоссальное количество опыта. И, наверное, это какого-то рода религия. То есть в итоге ты можешь вытащить человека из Choco, но Choco из человека сложновато. Приходится вот прям выкорчевывать иногда. И теперь я работаю в OneFit. OneFit – абонемент для занятий спортом номер один. Обожаю плавать. Всем привет. Иногда я делюсь карьерными советами. Я недавно сделал какую-то паузу, когда мне, в принципе, дали выбор на колеса конференцию. О чем ты будешь рассказывать? Я дал на выбор пять тем, и мне сказали, расскажи о том, как ты менторишь. Я такой, окей, прикольно. Я начал считать, и за всю карьеру я, наверное, променторил, если брать чисто продакт-менеджеров, свыше 30 человек. В среднем у этих людей в течение года удваивалась заработная плата. Это, конечно, не самый лучший показатель, потому что иногда это показатель того, насколько хорошо ты договариваешься. Но, по крайней мере, это единственный доступный точно показатель на данный момент. Эти люди существенно росли в своих профессиях, определялись, понимали. Некоторые уходили из продакт-менеджмента, а некоторые, наоборот, двигались дальше и заступали на работу, например, в те же самые колеса в группе или в Яндекс. Стандартная траектория карьеры продакт-менеджера, она такова. То есть вначале ты джуниор. Джуниор ассоциируется со словом «мало». У тебя мало ответственности, мало знаний, мало рычагов, как влиять вообще на какие-то показатели. Мало всего. То есть единственное, чего у тебя много – времени. И здесь очень важно использовать его по назначению. То есть пытаться максимально учиться, максимально брать, набираться. То есть безумству храбрых поем мы песни. Затем, если вы достаточно инициативный человек, вы становитесь middle product manager. В зависимости от размера и масштаба вашей компании, вам либо доверили отдельный продукт, либо кусочек какого-то продукта. Вы уже владеете основным инструментарием продакт-менеджмента. Вы уже, возможно, даже прошли парочку курсов по продакт-менеджменту. Уверенно используете это все дело в работе. Но вот наступает такая яма, когда вот условно ты еще не синер, не CPO. Вот когда ты синер и CPO, ты прекрасен. Ты выступаешь на конференциях, запускаешь свои собственные курсы, там существенный рост в заработной плате. С тобой стейкхолдеры и CEO общаются уже по-другому на самом деле. Больше тебя слышат, ты больше принимаешь решений. И вот эта вот яма, о ней сегодня хотелось бы поговорить. То есть для начала разберем причины кризиса June Middle Product Manager в Казахстане. Я не буду скрывать, то есть то, что я сегодня опишу, на самом деле не является чем-то супер уникальным и основывается, наверное, является результатом нескольких уже найденных теорем, каких-то гипотез или даже фреймворков, которые составлены другими людьми. Единственное, я сегодня расскажу о том, как я все это дело собрал воедино и применяю для того, чтобы менторить своих более молодых, скажем так, чуть менее опытных коллег. Итак, причины или следствия кризиса June Middle Product Manager. Во-первых, не растет заработная оплата. Это слон в комнате. На самом деле очень много кто начинает, условно, у себя даже на работе, пытаются всячески избежать этой темы, но человек не будет продуктивен, в принципе, если у него не закрыты самые главные потребности, в том числе как раз-таки насущная заработная плата. И с этого разговор, в принципе, необходимо начинать. Почему у человека не растет заработная плата? Потому что, а, мало рычагов влияния, то есть на самом деле ты не можешь повлиять на бизнес-показатели. Если твой продукт, условно, не зарабатывает или кусочек продукта не вносит такой импакт, чтобы продукт зарабатывал, ну, извини, действительно, все по-честному, да? Либо же он вносит импакт, и тебе сложно эту ценность прокоммуницировать, потому что ты не умеешь считать это влияние. Ну, это легко устранимо на самом деле, и решается там буквально пара примеров. Всем, кроме тебя, пофиг на твой профессиональный рост. А вот здесь, ребята, это жестокая правда, и это факт. Всем действительно пофиг. Я вам больше скажу, даже родителям, на самом деле, на вас пофиг в этом отношении. То есть им важно выполнить обязательную программу, пусть там, ну, что ты, в универ сходил, все нормально, типа они думают, что на этом образование заканчивается. Образование не заканчивается никогда. И, естественно, если ты джун, и тем более ты находишься в не самой расточительной организации мира, или, возможно, в не самой зарабатывающей организации мира, тебе сложно выбивать деньги на книжки, на курсы. Здесь я просто предлагаю применять находчивость. Здесь, если ты джун, нет ничего страшного, то, что ты взял и доносил чей-то чужой гоупрактис с уже пройденными ответами. Ничего страшного в этом нет. Ты джун, у тебя нет денег. Пробуй, делай, что есть. Ой, спасибо, да. Книжки. Есть замечательное сообщество ProductKZ. Просите, просите погонять книжки у людей. То есть это все тоже нормально, абсолютно. Читайте выжимки в интернете. Мы живем в веке изобилия информации, поэтому здесь всем пофиг, кроме вас, если вы этим действительно не займетесь. Непонятно, как влиять на продукт, а без влияния нет развития. Мы, в принципе, про это уже проговорили. Здесь необходимо, скажем так, наверное, чуть лучше углубиться именно в юнит-экономику, посмотреть, каким образом ваши продуктовые фичи будут влиять на бизнес. Также я встречал такую проблему, то что я не расту как джун или как middle product manager, потому что в компании часто меняется стратегия. То есть компания решила делать действия А, все такие, ууу, пошли, я пилю огромный кусок продукта, я воодушевлен, у меня команда разработчиков, такой в сторисе, фоткаю с ними, смотрите, мы работаем до полуночи, а потом узнаешь, условно, в октябре, то что оказывается там стейкходеры решили, что не-не-не, ребят, мы, короче, решили что-то другое делать, и все, и стратегия поменялась. В этом случае я вам искренне советую двигаться более короткими итерациями. Выпускайте продукт маленькими порциями, то есть насколько это возможно. Понимаю то, что по причинам, которые я чуть позже опишу, вам иногда могут не позволять выпускать какашку, то есть продукт, который работает, но не очень хорошо выглядит. Ну, надо как-то находить компромиссы или уходить из этой компании. Есть еще определенная вот жесть, нет доступа к пользователям. Я расскажу одну маленькую историю, очень короткую. Недавно чел заступил на работу продакт-менеджера, заступил на работу продакт-менеджера только-только, и спустя месяц искал себя ассистента, чтобы этот человек общался с пользователями. Спустя месяц. Вот понимаете, общение с пользователями, это должно в принципе осуществляться всеми, тем более даже CEO. Но в определенный момент CEO все поняли, типа, о, классно, я могу это делегировать продукту. А потом продукты начали это делегировать этим людям из сейвзов или из технической поддержки. Я вот даже вам скажу, что именно по этой причине, потому что вот люди из технической поддержки, из них очень большое количество людей выходит в замечательные продукты, даже в колесах, по-моему, работает сейвз, которого я ее менторил, она была сейвзом, сейчас она является замечательным продакт-менеджером в колесах групп. Нет доступа к стейкхолдерам. Это огромная боль, то есть здесь ничего не поделаешь. То есть если между вами и стейкхолдерами висит какая-то там условно прокладка в виде неуступчивого CEO, CPO, такого тиранического образа, и вы не способны с ними договориться, то есть здесь вывод неутешительный. Возможно, стоит задуматься о том, чтобы куда-нибудь покинуть эту компанию. Нет доступа к разработчикам. Здесь ничего страшного нет. Казахстан – это страна замечательных аутсорсинговых компаний. С ними я работал. С ними работали и мои приятели, и друзья. То есть если вы знаете принципы agile и способны построить циклы итеративной разработки и объяснить, то есть продать эту идею даже аутсорсовым работникам, то в этом отношении никакой проблемы нет. То есть нет доступа к разработчикам, не является отмазкой, почему вы не растете как продакт-менеджер. Но есть одна причина, ради которой мы сегодня все с вами здесь собрались. И причина эта называется – возможно, вы работаете не в той компании и выполняете некомфортную для себя роль. Четыре типа продактов. Итак, если вы посмотрите на бэкграунд этого слайда, вы увидите знакомые кадры. Это кадры домов из «Игры престолов» или цикл «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Итак, неспроста, на самом деле, просто я когда пытался их типизировать, вот эти четыре типа продактов, и добавить какую-то свою перчинку к методологии Натальи Бабаевой, я подумал, что вот может огонь-вода сделать, ай, скучно, потом может сделать каких-то мультперсонажей, но потом понял то, что ярко очень их иллюстрируют именно вот эти дома в «Игре престолов». Итак, первый тип продакт-менеджера – консерватор. Ключевой вопрос «что бы что». Это человек, который не даст вам испортить ничего. Как правило, особенно в казахстанской компании, консерватор – это человек, который владеет офигенной технической экспертизой. В какой компании работает? Этот тип компании еще называют «дойная корова», не даст ничего испортить. То есть крупный, работающий, зарабатывающий продукт. Нередко это B2B или B2G, но даже есть кейсы B2C, потому что, если честно, да не обидится на меня, ребята, но мне казалось, что колеса групп очень долго была дойной коровой, которой ничего не давали испортить. Но недавно, кстати, был хороший такой технологический скачок и виток, с чем я их поздравляю. Степень риска низкая. То есть человек, ну, то есть его не для этого брали, чтобы он рисковал, чтобы он здесь что-то менял, действовал всем на нервы. Тип задач. Соответственно, комплайенсам App Store, то есть, например, сейчас в App Store нельзя, например, рекламировать сигареты и так далее. То есть надо их убрать, значит, выпилить из нашего приложения. Улучшение инфраструктуры. Типа у нас стабильно растет количество юзеров с помощью маркетинга, рекламы и так далее. То есть поэтому нам нужно, чтобы у нас приложение было безотказное, чтобы оно не падало. Из-за этого необходимо вот именно такие технические задачи выполнять. Ну и чтобы элементарно разрабы не сидели без задач, чтобы им они постоянно в чем-то копошились, что-то делали, но ничего не испортили. Цель – поддержание бизнес-показателей. Потому что это тоже достижение, на самом деле. Как бы если у тебя есть огромная махина, огромная махина, которая зарабатывает деньги, поддержать эту махину – это тоже стоит выдержки, и это определенный типаж человека. Второй типаж продакт-менеджера – это… Ой, я, кстати, забыл, почему Хаус Старк. То есть Хаус Старк – зима близко. То есть помните то, что Нед Старк не хотел идти на север. Они все были такие в себе. То есть давайте сохраним то, что у нас есть и так далее. То есть если бы Нед Старк был продактом, то наверняка он был бы консерватором. Второй дом – Тирелл. Один из богатейших, на самом деле, домов в Вестеросе. Девиз у них – growing strong. То есть мы постоянно растем и растем, и становимся сильнее и сильнее. Это там growth hacker, его можно назвать. Такой собиратель низковисящих фруктов. Он тоже является раннером. Что такое раннер? Это человек, который не меняет ничего, а прям имея в виду то, чтобы это поразило ваше воображение. Это человек, который приходит и управляет продуктом, который уже есть. Только мастер конверсии воронок его уже потихоньку чуть-чуть улучшает. То есть ключевой вопрос, как мы можем увеличить эту конверсию с этого шага на этот шаг. Мыслит всегда воронками. В какой компании работает? Это однозначно должен быть зарабатывающий продукт. Потому что если ваш продукт зарабатывает 2000 долларов в месяц, и он улучшил какую-то конверсию на каком-то шаге на 1%, это стало 2020 долларов. И, чел, серьезно, ты там 160 часов в этом месяце проработал для того, чтобы вот это сделать? Но если компания зарабатывает в месяц 100 тысяч долларов, и он что-то улучшил на 1%, то есть это 101 тысяча долларов. Умножаем на 12 месяцев, 12 тысяч долларов заработал для компании. Нормально. Часть зарплаты оправдал. В какой компании работает? Я сказал, степень риска все еще достаточно низкая у этого человека. Тип задач составить воронку, возможно, убрать какие-то лишние шаги в регистрации, возможно, добавить, переименовать call to action. Цель, сильно не меняя продукт, заработать больше. Как правило, это человек, который прошел какой-нибудь курс по аналитике, скорее всего, нифигово шарит в амплитуде, в микс-панеле или в любом аналитическом туле, который использует эта компания. Третий тип. Выжигатель всего живого. Дракон. Дом Таргариен. Fire and blood. То есть кровь и огонь. Мотор. Ключевой вопрос. Сколько денег это нам принесет? Человек, который на курсах продакт-менеджеров ничего, кроме юнит-экономики, не учил, скорее всего. В какой компании полезен? То есть это вообще человек, знаете, такой типаж, там условно в универе, например, он узнал то, что, о, прикольно, нам же скоро делать виньетки. Узнал, сколько надо будет сделать виньеток и потом договорился с деканатом, и теперь все виньетки поставляет он, да, такой предприниматель такой. В какой компании полезен? Это небольшая компания, либо небольшой подраздел в компании, которая умеет работать со стартапами внутри себя. Например, хорошие примеры я слышал о Сбербанке, о Сбере до всех этих событий. Этот тип продакт-менеджера очень любит рисковать, но умеет держаться в пределах заданного бюджета. Когда у бюджета ограничения нет у этого продакт-менеджера, ему даже становится слишком скучно. Любит челленджи, любит, чтобы вот было драйв, рок-н-ролл. Степень риска средняя, потому что человек как бы понимает то, что надо рисковать, но при этом как-то держит себя немножко в узде. Тип задач запуститься на абсолютно новую целевую аудиторию, поменять позиционирование, да, допустим, мы теперь не только для домохозяек, мы теперь для мужиков тоже. Расширить или сузить линейку товаров, продуктов. Существенно поднять цены, например, да, может быть, нас не покупают, потому что думают, что ой, это какие-то отчипенцы, наверное, слишком дешево что-то продаются. Протестировать абсолютно новую модель монетизации, да, то есть много кто верит, что подписка в Казахстане не работает, они такие, а давай я попробую сделать так, чтобы она сработала. И четвертый тип, мечтатель, да, дом Эйрин, as high as owner, человек, который ногами по земле не ходит, он летает, много читает, часто цитирует Джобса, Безоса, Гейтса, раздражает всех своей водолазкой, в очках ходит, хотя у него зрение хорошее, да. То есть использует слова видение, будущее, криптовалюты, метавселенные. Ключевой вопрос, да, зачем пилить универсальный фитнес-абонемент, если в будущем люди не будут заниматься спортом, за них спортом будет заниматься их аватар, да. Но, кстати, вот в то время, как мы смеемся, метаджин в США сейчас там, типа, поднял там, по-моему, около, я не буду, ладно, врать, потому что это все на видео записывается, но они подняли нормальные деньги, то есть они подняли нормальные деньги, это почему-то является хорошей темой. Степень риска супервысокая. Тип задач запустить абсолютно новый продукт, сформировать стратегию, запустить абсолютно новый технологический виток. На самом деле не будь такого человека, мечтателя, например, в составе Каспий, да, то есть Каспий бы не достиг таких вершин на самом деле, потому что их горизонт мышления был бы, так, отожмем у БЦК 10%. То есть это люди, которые мыслят совершенно по-иному. А мечтатель, как правило, то есть в одиночку, это не очень такой суперполезный человек, да, но в комбинации с хорошим мотором или с хорошим, допустим, мастером конверсии, более приземленным человеком, который умеет писать ТЗшки, который умеет считать бюджеты, в комбинации с этим человеком мечтатель может привести вашу компанию вообще на самый топ и на самый верх. Так, не буду спойлерить, я еще дальше скажу, да. Что вы знаете теперь? Если повезло, вы уже соотнесли себя с определенным типажом продакт-менеджера. Единственное, то есть не факт, что там абсолютно чистых типов продакт-менеджера не существует. Понятно то, что иногда вам нужно делать это и нужно делать то. И нет такого, что какой-то тип продакт-менеджера лучше, чем другой. Просто вам по своему темпераменту, возможно, что-то делать комфортнее. Есть и универсальные люди, между прочим, которые в зависимости от ситуации могут переквалифицироваться. Но необходимо хотя бы понять, в какая роль вам все равно комфортнее. Если вы раннер, то есть первые два типа продакт-менеджера, вы не возьмете на себя ответственность за рост бизнес-показателей. Или возьмете ответственность за рост бизнес-показателей, но органическую, такую, что наш продукт потихоньку сам по себе растет. Но за какой-то виток вы отвечать не будете. Если вы являетесь человеком, который отвечает за изменения, то есть вообще вот эти два типажа, то есть раннер и чейнджер. Если вы являетесь третьим или четвертым типом продакта, напомню, мечтателем или мотором, то начнете под другим углом уже смотреть даже на свои ошибки. Потому что ваши ошибки, ваши фейлы, любые опсеры будут означать масштаб вашего мышления. То, что вы не зацикливались на том, чтобы отобрать 10% доли там у какого-нибудь бедного, тоже загинающегося стартапа, да. То есть вы думали о том, чтобы вообще захватить весь мир. А если я не знаю, кто я, да, то есть у меня для вас на самом деле вот условно три совета. Первый. Запускайте пэт-проекты. Кратко расскажу, что такое пэт-проекты, хотя большинство из вас в принципе знает, что это такое. Пэт-проекты это какой-то вот, зачастую отталкиваетесь от своей какой-то потребности. Например, алматинские пацаны не знали, хотели играть в футбол каждый день недели, но их друзья не хотели играть каждый день недели в футбол. И они запустили стартап, в котором они могли найти людей рядом, которые на соседнем поле захотели бы вместе с ними поиграть в футбольчик. Вот так вот родился условно какой из этого пэт-проекта родился и проект. Здесь вам не обязательно выбирать суперкоммерческую цель и так далее, но вы на типах этих задач хотя бы поймете, какая роль вам более-менее комфортна. То есть являетесь ли вы чейнджером или вы, допустим, демотивируетесь из-за того, что, эх, блин, я вот это сейчас сделаю. А смысл? Я же это… Почему бы мне сразу не заложить в приложение локализацию на португальский, на английский язык, чтобы забрать весь мир? Вы понимаете, что в этот момент вы, а, вы, оказывается, визионер, то есть вам не пойдет делать какие-то супер мелкие вещи, но тогда ищите свою billion-dollar-идею. Ходите обязательно на собеседование. Ну, имейте в виду то, что там ничего постыдного в этом нет. Нужно ходить на собеседование, нужно задавать там вопросы. Ну и, естественно, нужно активно задавать вопросы. Имейте в виду то, что когда собеседуют вас, вы тоже собеседуете. То есть поэтому вам необходимо узнать там, типа, а кем работал предыдущий продакт-менеджер, да? А как вы оценивали его перформанс? А почему он ушел? А как вы будете оценивать мой перформанс, да? Какие цели будут передо мной стоять? Это суперважные вопросы, я их очень редко слышу на собеседованиях, что меня расстраивает. Учите языки. На русском языке количество IT-компаний существенно сокращается, ребят. Учите английский язык. Если вы начнете его учить сейчас, то через пять лет у вас будет хотя бы пятилетний стаж изучения этого языка, да? Да, максимально практикуйтесь и имейте в виду то, что это тоже продуктовая задача вполне себе, которую можно поставить себе по ОКР. Я очень сильно советую… Вообще самая, наверное, топ-1 проблема, с которой ко мне приходят люди, у них отсутствует нормальная какая-то оформленная цель в будущем для себя. И понятно то, что если ты целишься в никуда, ты никуда и не попадешь. ОКР — это фреймворк, который американский взят на вооружение в Гугле, в Фейсбуке, в Нетфликсе, Airbnb. Расшифровывается как цели, ключевые результаты. Objective Key Results. То есть давайте на примере себя скажу. Если я скажу, допустим, что через полгода я хочу быть более здоровым человеком, и через полгода вы меня встретите и скажете, Абду, ты еще более разжирел. А я скажу, да, ребята, я чувствую себя замечательно. Это бред какой-то, да? Но если я скажу, через полгода хочу быть здоровее и ставлю себе, допустим, какие-то ключевые результаты, должен в месяц пробегать не меньше 200 километров, должен в месяц, например, а, должен в конце концов сбросить 10 килограмм чистого жира и так далее. То есть вот так вот, понимаете, уже это все прикручено каким-то метриком. И затем, какие бы мы спринты ни делали или действия, мы смотрим, насколько они влияют на то, что мы можем замерить. Здесь вот такой шаблон. Я не уверен, что его вам будет супер хорошо видно. Ну, я на это надеюсь, потому что здесь чуть-чуть верхняя циферка съехала. Ну вот, давайте просто разберем такой вот примерчик. Цель – стать strong middle product manager. Заработной платой 800 тысяч тенге, например, у человека. И теперь мы смотрим на его ключевые результаты. В таблице навыков продукта, к которой мы вернемся чуть позже, прокачать все в среднем до 5 баллов, полностью пройти курс go-practice, например. Подготовить pet-проект, то есть запустить рекламу и так далее. Грубо говоря, подготовить pet-проект, MVP-шки. И здесь вот мы видим три типа ключевых результатов. Третий – да, нет. То есть либо ты запустил MVP-шку pet-проекта, либо нет. Во втором случае пройти курс go-practice – это еще не значит, что ты стал middle product manager, но, по крайней мере, это тебя к этому приблизит. И в таблице навыков продукта прокачать до 5 баллов в среднем – это вот как раз-таки, если ты их все прокачал, то ты понимаешь, что ты примерно уже, наверное, становишься product manager. И здесь, если посмотреть на вот эту таблицу, то есть я шаблон в самом конце предоставлю, не поленитесь, можете себя оценить, прогрейдить, можете даже убрать некоторые навыки и некоторые другие добавить. Но суть в том, что очень легко понять, на каком вы уровне. То есть если там есть шкала, там где один я теоретически знаю, что это такое, например, сегментация рынка, и там, где номер 5, вы такие, я могу поэтому писать лекции и книги. Итак, виды ключевых результатов, о которых мы говорим. Заработная плата, кстати, тоже неплохой ключевой результат. То есть во сколько оценивает тебя твоя компания, это, в принципе, тоже метрика. Почему нет? Тем более есть замечательное исследование от колес, zertel.coles.kz, в котором есть исследование зарплат product manager. И вы можете понять, если вы зарабатываете энную сумму, а это уже сколько зарабатывают middle product manager в Казахстане. Ну, тоже какой-то, какой-никакой показатель. Повышение грейда. Если вам очень повезло, ваша компания об этом парится, и у вас есть очень четкие критерии грейдов. Но если вы здесь сидите, и вы из Казахстана, скорее всего, у вашей компании такого нет. Ну, я надеюсь, вы это создадите, ребят. Кстати, вдохновитесь сегодняшней лекцией, я же очень вдохновляюсь. Так. Проводить N количество интервью, экспериментов, исследований в неделю. То есть понятно, что это не будет означать, что вы 30 исследований провели и стали там, возможно, сильнее. Но это определенно точно вас к этому приблизит. Компетенции по шкале. То есть по вот этой шкале. Это я вообще спер, по-моему, product star. Но нет смысла делать абсолютно новую свою, если кто-то это уже сделал за тебя. То есть в самом конце отсканируйте QR и можете получить туда доступ. Либо в телеграм-канале product.gz. Итоги. Если ваша карьера встала, то не факт, что это ваша вина. У казахов есть выражение «киди вовсан кой шукор». Да, если ты беден, попробуй переехать. То есть, возможно, вы находитесь не на своем месте. Правильное понимание себя как продакта поможет вам найти работу по душе. То есть правильная оценка своих… Ну, вы не возьмете на себя ответственность за рост какой-то и так далее. Если вам действительно по душе что-то поддерживать, раннеры тоже нужны. Они сильно недооценены и их очень сильно на самом деле не хватает. Собеседуйтесь правильно, как я говорю. Собеседуйтесь активно. В момент, когда вам задают вопросы, вы тоже обязаны задавать вопросы. Потому что, ну, как бы это ваше будущее. Стройте карьерное планирование с помощью OKR. Подробнее про OKR можно будет прочесть по вот этому QR-коду. То есть полезные ссылки, мои контакты, список использованных источников, мой аккаунт в Страве. Я бегун марафона, и поэтому я обязан об этом всем рассказать. Все там есть. Спасибо большое. Абдугани, спасибо. Спасибо. Так, давайте сразу перейдем к вопросам. У нас осталось буквально минут 5-6. Давай первый вопрос дадам из онлайна, пока ребята микрофоны берут. Да, у меня тут мерч как раз. Вот, кстати, да. У нас здесь будет больше подарков за лучшие вопросы, поэтому давайте активнее. Активнее, ребята. Да, сори, что я чуть-чуть задержал. Но здесь вот есть футболочка, белый не очень практичный шоппер и офигенная бутылка. Огонь. Да, вон там вопросик я вижу. Сейчас, погоди, давай с онлайна задам пока. Смотри, вопрос. Кто самый лучший продакт в Казахстане, по твоему мнению? Хотел бы подписаться на него в линке в поиске ярких, живых и естественных. Смотрите, вот я обратно же сказал, что продакты бывают разные. Ну, то есть, кто лучше, Пуёль или Месси? Это же странно. То есть, Месси защищается хуже, чем Пуёль, например. То есть, и здесь тоже абсолютно это, наверное, нелогичный вопрос. Но если я должен выбрать одного, самым сильным продактом в Казахстане, я считаю, Адмета Ахтера. Классно. А, подождите. Я обзава Ториа Муратула. Сипио OneFit. Супер. Еще один вопрос. Какие сложности при переходе на работу продактом не на родном языке? Еще раз. То есть, какие сложности при переходе на работу на продакт, то есть другой смежной специальности, не на родном языке? Мне немного сложно, на самом деле, об этом говорить и рассуждать, потому что у меня таких кейсов не было, во-первых, на моем менторском пути. Во-вторых, с кем я разговариваю, ребята говорят, никакой сложности нет. Типа, если ты понимаешь основные принципы и ты логичен, ты как бы работаешь с индусами, у которых это тоже не самый родной язык. Поэтому вы переоцениваете, наверное, эту сложность работы на другом языке. Супер. И еще один вопрос онлайна. К какому типу ты сам себя относишь? К какому типу я отношу себя сам? Я, скорее, третий тип. Мне очень скучно ранить, но при этом я тоже достаточно скептичен. Поэтому, наверное, по характеру компаний, в которых я работал, видно, что это в основном стартапы, и там мне легче всего как раз-таки вносить свой импакт. Классно. Давайте теперь по вопросам из зала. У кого микрофон? Всем привет. Меня зовут Денис. Во-первых, большое спасибо за лекцию. Очень интересно, круто. Вопрос у меня следующий. Ты когда рассказывал, я так понял, что в большинстве своем ты менторишь компании на срезе продаж и продукта. Потому что часто бывает, что какие-то продуктовые вещи, они очень плотно совмещаются с коммерческим блоком. И поэтому расскажи, пожалуйста, как ты разделяешь, либо наоборот, может быть, вместе делаешь продажи и продукт. Или ты в паре, допустим, с VP of Sales реализовываешь какие-то задачи. Или как это происходит? Смотрите, в Казахстане продуктовая культура и стартап-культура образовалась сравнительно недавно. И поэтому у нас нет такого разделения, скажем так, компаний. То есть кем является продакт для CEO в Казахстане? Это твой внутренний предприниматель, который делает чуть больше твоих предпринимательских вещей. И я, по крайней мере, как стартапный человек, считаю то, что ты не можешь брать и отпинываться. Типа, ой, это продажи, я отвечаю за продукт и за ценность. Нет, ни в коем случае. Это все идет вместе. Если нет достаточной ценности, ты эту фигню, смысл ее продавать. То есть, получается, ты ее впариваешь условно. Поэтому это все идет рука об руку. Я никакого разделения здесь не делаю и не провожу. И это положительно сказывается на карьере людей, которые вот этой философией заряжаются. Я просто к тому, что больше времени будет уходить на то, чтобы сначала сгенерить какую-то гипотезу, а потом условно совместно с VP of Sales ее реализовать. И вот, допустим, ты в практике и то, и то делаешь или ты с кем-то в паре взаимодействуешь? Нет, и то, и то.